Всем привет! Друзья, сегодня прям событие. Вообще-то это событие могло бы быть и вчера. Леша продолжил в кофейню съездить. Вот, Леша. Где? Вон, видишь, фонарики висят. Не вижу. А, вон там где? Да. Я вчера говорю, да, лучше в кино сходим. И он сегодня такой, ну что, может, поим в кофейню? Я в шоке, потому что Леша не любитель кофейн. Он вообще не любит ходить по таким заведениям. И от него услышать что-то такое, ну, это реально редкость. Там ара людей, она очень маленькая и неуютная. Давай ждем, мне понравится, пойдем в другую. Видишь, как она манюсика? Она маленькая, да. Они все маленькие, а тебе надо большую? Или, может, по три бы на ресторан? У тебя и твоего эго помидорного. Мне необходимо заведение, где я смог спокойно считать помидоры. Тебе надо на рынок. Нет, у них там много помидоров, я им по барабану. А мне нужно место, где я смогу считать помидоры как золото, чтобы ценили мой труд. Лучше уже считать огурцы. Сегодня прислали картинку интересную по поводу дорожания, по поводу роста цен. Значит, подорожали на 50% огурцы. Там, по-моему, на 50%, яйца на 30%, огурцы на 50%. Вот именно они. По ходу, не нужно брать огурцы. Леша. Я видел, там цена почему-то 112 гривен в килограмм. Мы берем за 60 чем-то. Это, может, в среднем берется? Это же не просто так по какому-то одному магазину прислали статистику. Леша, провалим. Что? Тамашняя пивоварня. Что это для меня? Пьяный уст? Машрум. Это кто? Машрум? Гриб. Точно. Машрум? Что там по поводу английского? Нет. А что это? Вот мой магазин, я понять не могу про пиво. Если бы еще про вино было бы логично. Нет, потому что там пьяный гриб. Короче, Леша в Twins даже не захотел заходить в Twins Coffee Point. Вообще. Там так тесно, там все друг утром на головах. Я говорю, Леша, что ты хотел от кофейни? Они все такие. Везде тесно, везде мало места. В общем, пришли мы в Бешу. Мы здесь с вами уже были, с Кариной и с мамой. Я вам эту кофейню уже показывала. Такая прикольная, маленькая. Но здесь как бы та самая логика присутствует, из-за которой Леша ушел из Twins. Так же тесно, так же люди рядом. Поэтому как-нибудь. Тут нормально. Там прям сидели, я как-то тут, там помещение дать. Туда надо зайти просто, чтобы понять, что там не так страх. Это со стороны казалось. Не страшно. Просто как-то себе другую голову, чтобы реально помещение. Ихать на пах. Здесь тоже небольшая кофейня. Вот этот раз мы взяли другие десерты. Леша взял Синнабон. Мы когда были... Так а ты, да. Что-то ты как-то... Ничего. Ну я просто взяла овсяные печенья. Просто. Овсяные печенья. И даже взяла капучино на овсяном молоке. Хотя я такой обычно никогда не беру. Я беру на обычный. Когда-то я брала какой-то напиток на растительном тоже молоке. Мне настолько не понравилось. Это было так невкусно. Но сегодня попробую. А у Леши, по-моему, карамельный латте. Ну вот. Ну вот. Такой набор. И, кстати, все это вышло 250 гривен, да? Где-то так. 245. 245? А как так получилось? А что сколько стоит? У меня печенье 25 гривен стоит. Вот. Просто интересно поцессу. Ну здесь я уже говорила, здесь очень вкусные шу. Вот они только здесь, по-моему, есть. Их нужно приходить просто пробовать. Девочки полицейские вообще не разрешали снимать дом. Типа в свободном доступе есть. Но я хотела вам сама показать. Они сейчас отошли. Мы потихоньку отъезжаем отсюда. Посмотрите. Просто тупо видно квартиры. Обои, холодильник, зеркало, двери. Вот там не видно сейчас той стороны. Там тюль развивается, висит. Это просто капец, ребята. Мы часто прилечешь лишнее внимания. Да, это ужасно. Знаете, это к слову о том, что мы собирались с Лешей и на 300 гривен примерно докупать чего-то в течение недели. Но Леша хотел купить к завтраку оливки или маслины. И я вспомнила, что мы с мамой заходили в Виномиро. И там была реально неплохая цена на маслины. Это же маслины, да? Оливки. А нет, оливки. Я все время путаю. Знаете, какие большие. Давай. Это ты сказала купить оливки. И ты мне, кстати, про них напомнила. Я даже не хотел их брать. Я думал, что у меня все для салата есть. Когда ты мне сказала, что ты ничего не забыл оливки. Ты же хотел. Ты спросила, ничего не забыл оливки. Я такой, точно. Когда я сказала. Когда мы выходили из АТБ. Типа, тебе только не хватает оливок. Я точно. Так что, короче, мы взяли вот такие оливки в Винах Мира. Они, по-моему, стоят 70 гривен. 380 грамм. Теперь у меня работы их поприваются. В смысле? Теперь надо считать, сколько их. И разрезать на... Я думаю, вот так, надо одну. На салат нужно брать две. И на четыре части вот так, крест на крест. На самом деле, да. На одного достаточно. Вот. Это будет раз, салат, два, салат. Ладно, прекращай. Ладно, я на следующем видео скажу, насколько тут салатов. Вот. Собственно. Это я с кофе не забрала. Печенье. Волитные котлеты вот это в панировке. Ага. Кстати, мы сегодня ели эти котлеты в панировке. Рыбные. Они что такие? Ну, на запах... Во-первых, это первые рыбные котлеты, которые не воняют. Да. Я даже в ресторане когда-то что-то подобное заказывала, оно всегда воняет. Это прям первые. По вкусу неплохо было. По вкусу... Нормальные они были по вкусу. Не самые худшие, скажем так, рыбные котлеты. Ну, мне понравились даже. Вот еще дизерант взяла. Йогурт, блин, я вчера купила и съела его за один, грубо говоря, день, потому что я съела вечером порцию йогурта с бананом и финиками, и утром ела с гранолой бананом. И мне этой банки хватило на два раза. То есть как-то не экономичное получается. Это вкусный йогурт. Я же поэтому не стал густые тоже брать себе йогурты на завтраке. Ну да, они действительно... Потому что очень невыгодно. Максимально. Чё-то виноградика взяли, тоже винок мира. Я обратила внимание на вот такую пасту. Мне очень понравилась ее форма. Я уже представила, как я делаю эту пасту в каком-то томатно-сливочном соусе. Мне кажется, будет очень вкусно. Фантазии. Пенини. Грёзы твои такие. Так у меня... Подожди, у меня есть томаты в собственном соку и сливки. Это все, что надо для нее. Разве томаты со сливками готовятся? Да. Будет вкусно. Здрасте, я так не раз готовлю. Конечно. Ты что, не знаешь? Томаты? Да нет. Да, в томаты, блядь, сливки. Очень вкусный соус получается. Томаты со сливками? Да. У меня это в голове, знаешь, типа... Ну это как будто бы не укладывается в голове, а сам где-то очень вкусно. Это типа не хочешь ли бахнуть в селёдочке с тёплым молоком, знаешь? Нет, это не так работает. Да? Что? Что случилось? Ой, господи, что ты сел на меня в слизь? Маняшик. Ты неинтересно, она за мной ходит. Пойдем. Пойдем по работе немножко. Ребята, мне пришла обувь. Сейчас мы с вами ее посмотрим. Та самая обувь с Born to be. Кто на меня подписан в инстаграм, тот знает. Далее отопление! Ладно, покажи, пожалуйста, обзор от меня обуви. Нет, ты можешь показать. Я просто очень сильно радовался, потому что у нас очень холодно было. И здесь форма надо сдать. Всё. Этот сайт вообще украинский, но товары, насколько я понял, там польские. Я оттуда уже заказывала грубые ботинки. По-моему, ботинки на толстом каблуке белые. Они очень хорошо носятся. Ну, то есть реально нормальное качество. И цены здесь демократичные. То есть это не дорогая какая-то суперобувь, но... Какой странный воротник. Вот такой же воротник и у меня на свитере. Это потому что ткани такие. У тебя тоже ткань похожа на мою в том гольфике. Ну, я положу на стол, ничего страшного. Коротки даже одинаковые. Да, и то, и то, и то, и то, и то. Давай с сапог начнём, наверное. Так они короткие. Так они длинные. Опа! Что? Сейчас с тобой интереснее. Привет! Слышишь? Легкие. Как я хотела, ребятки. Какие они крутые. Смотрите. Это просто база. Это базовые супы. Это скарп. Это скарп. Это скарп. Так. Какой-то вижу на них. Это просто грязючка. Гляньте какие. Блин, ну подержи. Мель. Нет. Ты потрогай. Он неплохой. Вообще неплохой. Он и на ощупь действительно неплохой. У него и кожа сверху приличная. Но это не кожа. Внутри, видите, утеплитель. Это среднее по утеплению сапога. Да нет. Они на ощупь довольно-таки тёплые. Они вообще добротные. Они тяжёлые. Ну, не то, что сильно тяжёлые, но такие. Так. Ну, смотрите. Подошва прошитая. Просто, судя по их цене, это нормально. Да. Там просто, знаете... Сколько они стоили у тебя? Да нет. Тысяча девять человек? Ну, по скидке, да? Да, по скидке я их взяла. За тысячу, там, с чем-то. Почти две. Тысяча с чем-то, Диана? Это тысяча сто. Ой, там что-то лили. Просто там... В чём прикол этого сайта? Там всё время скидки. Там всё время какие-то акции. Там вот эти промо-коды. Я вот тому очень сильно рекомендую туда зайти. Стой. Это не брак? Где? Это брак. Где? Где? Брак, Диана. Поцарапан. Это не грязь, это брак. Ёберный театр. А что с этим делать? Может, ты замазишь своим кремом? Я буду ждать ещё три минуты. Это возврат. Ну, это брак. Это конкретно брак. Я уже не помню, что это за сапоги. Блин, ты гонишь. Очень приятно всем. Так, а я тут при чём, блин? Что ты меня виноваты делаешь? Я радовалась. А ты тут при чём? Я просто на шоке. Ты гонишь. Я радовалась, чтобы ты не заметила этого. А то можно замазать это своим кремом. Классные. Вообще, фунты очень классные сапоги. Мм? Ещё на платформе, что хорошо. Не будете по лужам ноги мочить. Ну, они прошитые. Они на ощупь добротные. Я ничего не могу сказать. Но вот это, это брак. Ты понимаешь, что ты не проверила там. Ну, он даже не предложил это раз. Во второе время не было стоять их проверять. Как карачность формула. Пишешь, что он берёт, и всё. Они же видишь. Ой, у меня комфортно. Сейчас свои последние беру. Это конкретный брак прям. Он как бы вроде не сильно, но... Да, если ты замажешь кремом, будет сильно видно? Нет, оно не будет. Ну, ты же понимаешь, что оно отсюда может дальше пойти расслаиваться. Ну, туда надо менять. Это точно не грязь? Это грязь, всё нормально. А ну-ка, останови. Это брак, который можно было терять рябчиком. Короче, это клей, видимо, был. Поэтому подумали, брак. Да ты подумал. Оно просто ещё вот так вот было. А мы бы сейчас прикинем, ещё бы возвращать начал. Нет, надо же было проверить. Я ж не мог одной рукой снимать, а другой проверять. Ну, сапоги. Сапоги крутые. Мне очень нравится. За такие деньги, в принципе, неплохо. Да они шикарные за такие деньги. Ты что, гонишь? Признай их. Ты знаешь, что такое? Да я не помню. Да, тут и стелька добротная у тебя. У меня две пары ловли и вышли на две с половиной где-то. Нет. А, ты тут довольно мягкая подошва. Смотрите, это тоже хорошо. Страшный блюк, а ты так делаешь. Это хорошо, что она мягкая. Дубовая утелка лопается на пополам. Блин, платформа есть. Цвет классный чёрный. Гладкая поверхность. Они на ноге неплохо сидят. На ноге красиво сели. Размер 37 сразу подошёл. С утеплителем. Ещё и стильные. Лёш, перестань, пожалуйста. Я тоже сказал. Молодец. Ещё и не попал в коробку. Показывай давай вторую. А что я? Я её буду менять? Я буду показывать и снимать. ХБМ. Ты сказала показывай давай. Слышно меня. Ты что, не понял? Нет. Сейчас же ты снимаешь. Систар, ты морская звезда. Голубая. Короче, ребята, это КПКС. Я вообще не знаю, как я на это решилась. Но я решила, что надо попробовать. Потому что почему бы нет. Один раз живём. Я решила заказать УГИ. Кто вообще сейчас мой стуль? Наш отобрается. Он снова в тренде. Дело не в трендах. И дело в том, что эта обувь, на самом деле, если так на неё посмотреть с практичной стороны, очень прикольная. Потому что она мягкая, удобная и тёплая. И типа на зиму, ну, либо носишь утеплённые кроссовки, если из низкой обуви, да? Либо ботинки низкие. А луки тоже прикольный вариант. Но их только нужно вписывать в расслабленные, наверное, casual образы. Никакой там пластики с ними, никакого пальто с ними. Это всё будет смотреться просто как. Ну чё, пальто с УГИ носит полуспортивные какие-то. Не классические, а полуспортивные пальто. Ну и то, я такое пальто имею. У тебя нет такого пальто? Ну да. Я вижу эти УГИ конкретно с культками такими вот. И будет нормально. С джинсами. Холосы утеплены. Я взяла, да. Я взяла именно такой, как я посмотрела, стилистов. Обязательно надо было послушать их. Базовый вариант. То есть они без каких-то, видите, навороченных вставок. Хрустён так. Ну они такие маленькие, мягкие. Давай померю, чё. Тебе вообще нельзя в них в облажную погоду выходить? Ну конечно. Это кстати... Ты не хотела носок уже снять? Ну это более сейчас, как уродство. Сними пожалуйста носок. Да зачем? Я просто мерю. Кстати, тоже очень с носками, но не с такими. Капец они удобные. Я такую обувь никогда не носила, поэтому... Ну это не совсем тюхи, да. Я думала у тебя прям совсем вот эти. Ты думала вот эти, которые высокие? Нет, я хотела низкие. Вот под широкие джинсы, штаны. Под лосины и больших свитерам. И плюс, вот если сюда носки добавлять, такие более плотные и повыше, будет прикольно. Не, ну дело того, сапоги базару нет, они неплохие. Причем прикол этих сапог в том, что они хорошо будут смотреться и с пальто, и с курткой, ну с любой пропиской. Но сапоги неплохие, они грубые, но в то же время достаточно грубые. Вот они прям неплохо. Хотя на камере они выглядят грубее. Нормальные мои колени. Не надо будет потом смотреть при дневном освещении на мне волны. Ну он удобный, слышишь? Какой дурак придумал эту обувь, ладно? Ты сейчас очень много женщин, наверное, поставил мне лобкое положение. Я женщин вообще ничего не говорю, я говорю за дизайнера этой обуви. Потому что носят уги многие. Носят многие уги, потому что это действительно удобная обувь. Ты их как калоши. Понимаешь, это как калоши? Почему сидеть в селах, все ходят калоши? Потому что удобно, ты быстро в них брык, а если они еще утепленные и побежал. По сути это калоши. По сути это калоши. Только калоши хоть от воды защищают, потому что резиновые, а эти от воды тебя не защищают. Потому что калоши это уги. Уги тоже там, сколько они у меня больше? Ну тоже недорого. Уги недорого, 600 с чем-то. Я же тогда Лёше говорю, Лёша, давай еще их возьмем. Эксперимент. 1730 сапоги и 825 женская обувь и снегоходы. Снегоходы они там называются, да. Или дутики там всякие. Ну дутики это дурматикашка. Ну всё, на зиму у тебя есть обувь? Да, всё. На легкую зиму у тебя есть сапоги, которые не теплые? Вот те белые сапоги и ботинки грубые. Чёрные. На холодного всё. У меня ничего нет. А хотите я вам закреплю в комментариях именно сайт? Потому что будут спрашивать люди. Но это не реклама. На жаль. Ну, сайт действительно неплохой цель. Сапоги прям бомба. Уги, конечно. А уги тебе не нравится? Ну ты на анголинка взяла б такие же, за такую же цену. За рожицкой. Я нашла вот такую книгу у нас на полке. Ну, я реально не помню откуда она вообще. И чья одна. Ну, в общем-то, она есть. Я начала читать. И знаете, с самого начала интересно. Кто читал, расскажите, пожалуйста, вообще стоящая ли книга. Вот у меня лежит красный и чёрный. Я начала читать тогда давно ещё. И так и не смогла дальше читать. Из-за главного героя. Просто мне настолько раздражал Жульен этот. Может, я себя ещё пересилию и буду дальше читать. Но, как показывает практика, если мне совсем не интересно и тяжело, я бросаю книгу. Я не дочитываю. Ну, то есть, не вижу в этом смысла себя насильничать. Такой сегодня был денёк. Рады мы, конечно, что дали отопление. Это просто... Пока холодный труп. Это вообще очень важно, потому что реально холодно. Наконец-то это случилось. Мы даже сегодня думали обогреватель брать. Но я говорю, Лёш, давай ещё подождём. И вот дали отопление. То есть, это прям очень уместно. Вот этот дом, который мы сегодня увидели, вообще меня тоже... Он не выходит у меня из головы. Он просто засел там и всё. Вот эти квартиры, которые торчали просто... Это просто... И то, что вот здесь погибли люди. Ты стоишь и смотришь на это, как на декорацию к фильму ужасов. То есть, ты стоишь, ты видишь это. Вот оно перед тобой. И ты не осознаёшь. Ты не можешь до конца поверить, что это реально случилось. Понимаете? Это... Это поймут только те, кто вот это пережил, кто это видел. Вот. Ну, это жуть. Это просто кошмар. То есть, это дом, как такая рана в нашем городе, который никогда, наверное, не заживёт. То есть, это мы все будем помнить. Всегда. На всю жизнь это осталось. А те, кто жил рядом и кто потерял там близких, даже не знаю вообще, что они чувствуют и как им жить дальше с этим, я не знаю. А таких людей много у нас в стране. Оказалось, к огромному сожалению. В общем, вот так. Спасибо за то, что смотрели это видео. Приходите в Инстаграм, подписывайтесь на канал. Рада вашим лайкам, комментариям и подпискам, конечно же. До встречи. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok